Каждую пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрь-24». Они расскажут, они покажут, рассмешат, нарисуют и даже спляшут. Они с микрофоном на перевес всегда и везде, на каждой молодёжной тусовке. Они сделают всё, что будет интересно именно тебе. Корреспонденты программы «Фишка» всегда в деле. Всем привет! Это программа «Фишка» на канале «Ноябрьск-24». С вами Ляля, Мика и Кудряшка-Сью. И наш гость Михаил Загонок. Привет, Миша! Привет, ребята! Что ж, все вместе, все на месте. «Фишка Го!» Го! Буквально только что ты подарил нашей подписчице футболку, которую мы разыграли в официальной группе ВКонтакте. Ну-ка, расскажи, что за футболки такие? Это мы с ребятами решили сделать некоторую одежду, связанную с «Ноябрьском», добавить туда наши такие окружные рожки, логотип. Просто для того, чтобы помочь нашим землякам, вообще нашим молодым ребятам как-то самоидентифицироваться. Мы поймали тот, можно сказать, тренд, когда люди хотят заявить о том, откуда они приехали, вообще что-то связанное со своими корнями. Потому что на самом деле у меня лично было такое желание сделать что-то, что напоминает о том, откуда я приехал. И как мы видим сейчас, да, у людей действительно сработало такое желание тоже взять такую футболку себе, сказать, что да, мы родом с «Ноябрьска», мы ямальские как бы парни и девушки. А почему вы такие патриотические? Потому что, ну, о чем еще можно сказать в «Ноябрьске»? В городе, о котором вообще, по сути, никто не знает, но он находится где-то далеко, где-то в России, никто не слышал, примерно представляет только в округе. Именно поэтому мы как бы и добавили слово «Ноябрьска», написали его по-русски, это очень, кстати, важно, на кириллице. Мы считаем, что это, во-первых, кириллица – это тренд, это серьезно. А во-вторых, просто пора уже как-то делать одежду на русском языке, просто продвигать как бы местные наши идеи такие. Мне кажется, это популярно уже в «Шелкчинске», и это будет популярно дальше явлением. А чем значен для тебя 1975 год? Ты ведь тогда еще не родился. Ну, это связано с «Ноябрьском», это год зарождения города. Да. Мы, в принципе, и связаны, потому что «Ямал» – это «Ямал», а «Год» – это год, когда я, собственно, появился «Ноябрьска». Расскажи, как гармонично сочетать цвета в одежде? Ну, конкретно, как в одежде сочетать, это, наверное, не совсем модельер, дизайнер или стилист. Но если говорить о наших футболках, о том, что мы собираемся делать, мы просто пробуем такие стандартные, проверенные временем сочетания. Это бордовые, черные, серые, белые, как бы, они слишком яркие недели. Не занимаемся яркими вещами. У нас тут все-таки темно так, серо, мы как бы стараемся играть. Ну, все, чтобы в кусок заходило. Кстати, о гармонии. Ребята, о которых сейчас пойдет речь, гармоничны во всем, даже в одежде. Смотрим мой сюжет. Совсем недавно я побывала на занятии вокальной студии гармонии. Не успела я занятия и уйти, как они уже концерт устроили. Что ж, инфа, сотка, он должен получиться бомбический. Пора похайпить. Вообще интересно, я у них автограф просить буду, или они у меня? Сколько времени уходит на подготовку выступлений? Можно ли подготовить песню за один день? Нет, конечно. На подготовку хотя бы к одной песне нужно как минимум месяц, чтобы она звучала четко, красиво и понравилось другим. Ну, где-то два-три дня, может быть, неделя. Сколько конфет нужно съесть, чтобы была хорошая артипуляция? Десять, двадцать, ну, может быть, и тридцать. А может, конфеты совсем не надо есть? Можно и не есть, можно и есть для кого как. Вокалисты всегда говорят про опору во время выступления. Какая она? Что это? То, на чем вы стоите? Это тоже, но именно у вокалистов это то, чем он дышит, чтобы подать звук, нужно поставить его на опору и все. Советовала бы людям заниматься вокалом, как это помогает в жизни? Конечно, бы посоветовала, потому что на вокале ты можешь с помощью песни выразить все свои чувства, все свои эмоции. Тем более, это помогает расслабиться, развивает ваши актерские данные. Привезли приезжающую в больницу. Сохранить. Говорят, если петь умеешь, то только это и умеешь. А сможешь ли ты приготовить? Сейчас я дам тебе яйцо, а ты должна будешь его разбить, потому что приготовить я его и сама смогу. Скажи, а яйца нужно пить для того, чтобы голосовые связки там? Только если домашние. Домашние яйца лучше всего. Просто разбиваем, перемешиваем и пьем. Руки у них из того места растут прям как у Рони. Они и автомеханиками могут быть, и поварами, а когда надо и великими артистами. Ну, талантливый человек, талантлив во всем. Футбол играть тяжелее, чем петь? Ну, я думаю, что да, потому что... Футбол тяжелее играть, потому что там и падать дин, и ломать ноги, а петь – это просто петь. А вот ты мечтаешь стать певицей? Кто у тебя мотиватор? Ролика Бузова? Нет. Мой руководитель, наверное. Моя мотивация всегда нас поддерживает, ведет, наверное, путь в жизни. А вы мечтаете стать певицей? Да! А кто мотиватор? Ролика Бузова? Да! Да как они это делают, все охранные? Господи, они же даже... Они же даже не планировали. Мало-половин, мало-мало-половин, мало-мало-половин, мало-мало-половин. Ты не попал в огород моих выцелет. Перед артистом и зрителем есть связь. Какая она? Полюбовная? Ну да, вдруг. На сцене выступаешь, видишь, в зале красивого мальчика, он тебе смотрит. Все, потом пишет группы какие-то ВКонтакте, и все. Браво! Помушки! Любовная. Любовная. А что тебе мешает подать заявку на голос дети? Недостаток. Не то чтобы времени, но, возможно, опыта. Вот смотри, у нас в «Фишке» тоже есть короли вокала. Сейчас я дам тебе тексты песен, а ты должна будешь их исполнить, а потом сказать, чья это песня. Я это солнце, ты альбинос, дико боишься, прячешься где-то, и любишь меня еще больше, чем лето. Я капитан, ты моя гавайи. Ты моя, ты мой океан, я буду тебя, я, я буду в тебе плавать, я капитан, а ты моя гавайь. Все те же ссоры и лицо, во время них цвета. Это, я знаю. Кто это? Плоский и это. Ну, короче, это качалово и плоский. Вот этот текст, это текст плоского. Как я не догадалась, я же их знаю. Все мы петь умеем, только с меткостью в ноту у нас не очень. Но ничего, этому тоже можно научиться. А пока вы гуглите, как, я иду расспрашивать инфу. Чем нужно подышать, чтобы не волноваться во время выступления? Глубоко. Очень глубоко. Чем? Легкими. Логично. Не правда ли? Как подмигнуть глазом жюри, чтобы он дал тебе почетное место? Красиво. Она только что вот так вот делала. Сколько на себя нужно надеть блестящего, чтобы быть звездой? Ноль. Надо все, и надо еще на волосы. Надо по чуть-чуть, надо по чуть-чуть, потому что будет перебор, если вы много блестящих оденете, и вас вообще не пустят на сцену, и вы будете заплетаться в них. Все, и вы тогда лучше бузовой будете? Да. И еще накраситься бузовой. Бузовая от нас будет фигеть. Обязательно ли танцевать на сцене лесгинку или можно быть голосистым бревнышком? Лучше быть голосистым бревнышком. Назови три лайфхака для вокалиста. Просто быть низковым. Дыхание. Опора. А никто и не думал, что весь Восстепел, ведь и за женихей, Вой, Вася! Сколько песен не пиши, Бузова все равно в топе. Но нужно стремиться к своей мече. И когда-то они обязательно попадут в хит-парад этих мыслей. Ну а с вами была Ляля. Пока! Миша, а ты умеешь петь? Почему люди, которые не умеют петь, Могут создавать футболки? Это самый главный вопрос, который мне всегда задавали. К такому я точно не был готов. Но я даже не знаю, как надо петь. Просто потому, что мы поняли, что они зайдут. Поэтому мы начали создавать. Мы не питались, кстати, петь, Прежде чем делать футболки. А если какой-нибудь предмет гардероба, Идущий всем без исключения? Это носки. Мы, кстати, собираемся сделать носки. Что? Носки? Я буду постоянно в бобу-пати. А где тебя будут? Бордоу и Ямал. Это классик. Это классик. Ты такой в Анапе идешь, Там у нас как написано «Ноябрьск» 1975, да? Вообще мы хотим просто с рожками поиграться. Рожки прикольно зашли. Ты же спортсмен. Вот чем спорт помогает тебе в достижении своих целей? У нас шлипси, я не спортсмен. Вообще спорт, я уверен, что спорт помогает людям тем, Что человек, когда испытывает какой-то физический труд, Ему гораздо легче даются какие-то такие ежедневные трудности, Да, моральные. Ему просто проще становится. От того, что он где-то уже перестарался, Как бы понапрягся, Он проще воспринимает всякую судьбу. Спорт – это движение. А тот, кто всегда в движении, Всегда ближе к своей цели. Проверена на собственном опыте. Смотрим мой сюжет. Пока болиды «Формулы-1» находятся в зимней спячке, Мы с Вишечкой стартанули на невероятный зимний картинг. В трех словах опиши. Что такое картинг? Ну, картинг – это руль, рама и водитель. Наверное, машина, скорость, бензин. Картинг – это машина, сила, мощь. Мощь! Что? Мощь! Сила! Чем карт отличается от гоночного болида? Ну, он намного меньше, намного безопасней. Ну, он почти ничем не отличается, Он такой же быстрый и такой же мощный. Знаешь ли ты, где первый раз провели чемпионат мира по картингу? Нет, это был итальянский город Рим. Ну, ты знаешь, это прекрасный город. Ладно. Я стал умнее! А испытываешь ли ты перегрузки, как космонавт во время заездов? Ну, есть немного, но это не сильно. А можешь показать какие-нибудь упражнения, которые помогают всегда быть в форме? Ну, могу. Слышно? Да, не зря эти ребятки выбрали картинг-спорт для истинных победителей и любителей экстрима. А что нужно для того, чтобы прийти в картинг? Нужно... Ну, для этого надо желание первым делом. Надо, чтобы ты хотел гонять. А если ты не захочешь, ты просто не поедешь. А если ты не захочешь, ты просто не поедешь. Из чего сделан костюм картингиста? Ну, это самое главное – теплая одежда. Несколько пар перчаток. Ну, скажи, вот сколько длится пидстоп на больших гонках? На больших гонках, я думаю, что длится пидстоп где-то, ну, минута-две. Пидстоп, наверное, секунд 30, не более. Ага. Ну, на самом деле, ты был близок, он, в принципе, и так и длится. А самый быстрый длился 1 секунду 92 соты. У меня к тебе задание. Ты вкратце за 20 секунд должен рассказать о своем карте. Поехал. Это руль, чтобы рулить, это бак для бензина, воздухан, чтобы заводить двигатель, сам двигатель и основа – это рама. Это же не машина, это же птица. Да-да, не удивляйтесь, карсминг набрал огромную популярность на гоночной арене. С него начинали великий Михаил Шумахер, мой тезка Мика Хакенин и даже наш русский гонщик Данил Квят. Картинг переводится с английского как «тележка». Так вот, эти тележки могут развивать скорость до 260 км в час. А как же на такой скорости вписаться в поворот? Спросим у Евасих пилотов. Ты же истинный пилот. Как вписаться в поворот? В поворот можем вписаться. Сначала надо затормозить, потом по-внутреннему въехать, затем нажать на газ и по-широкому выезжать. Поддать газку, повернуть руль и еще больше газку. Ну, надо хорошо рассчитать все и следовать словам тренера. Сильные слова. А кто создал картинг? Ну, американские пилоты, они сначала хотели, взяли двигатели с самолета и поставили на картинг. И получился картинг. Три самых важных качества для любого пилота? Для любого пилота три самых важных качества. Это опыт, наблюдательность. Сила. Ум. Хорошая форма, лучшая машина и хороший настрой. Все, спасибо. Еще раз, удачи давай. Все, спасибо. Если вы любитель драйва и высоких скоростей, картинг-спорт специально для вас. Занимайтесь спортом, визуализируйте и идите к своим целям. Чао. А какими качествами должен оплодать человек, чтобы заниматься деятельностью наподобие вашей? Ну, я не один этим занимаюсь. У нас пять человек в команде. Мы все заняты определенным своим полем деятельности. У нас есть ребята, которые покупают продукты, работают с поставщиками, пытаются расширить рынок и купить где-нибудь что-то подешевле, чтобы дешевле продавать, чтобы больше действий я могу это позволить. Есть ребята, которые занимаются рекламой, какими-то акциями, на вас, например, вышли. Есть те, которые рисуют, творчество. То есть у нас в одном человеке это все возможно и сопоставимо, но так как времени это все очень много занимает, у нас есть команда. И у каждого свои обязанности. А так все обычные ребята просто собрались вместе и не думают, что они какие-то уникальные в том плане, что мы их делали. Что-то такое. А если в твоей одежде прийти в школу, как считаешь? Как отреагируют учителя? Я думаю, всем понравится. Потому что это лучше, чем трэшер, правда? Да. Ну вот. Я думаю, мне тоже это надоело просто смотреть. А вообще была, опять же, это все история наших подписчиков. Ребята тоже ходили в школу и покупали для семей, и покупали за деньги своих родителей. И очень много тех, кто еще не может работать, но хочет что-то купить. Они все говорят, что родителям очень нравится. Они как бы одобряют, да, можно сказать, такие покупки. Ну, соответственно, уже есть какой-то отклик от взрослых. Да, я думаю, это уже хорошо. Дай конец от ученикам и учителям, чтобы даже в официальной форме выглядеть стильно. Я пять лет в школе не был, чего вы меня спрашиваете вообще. Не знаю, просто классика. Классика в школе, мне кажется, самый лучший вариант. Лучше, чем спортивная одежда. Я была на финале конкурса «Учитель года». И могу сказать, что наши преподаватели тоже выглядят очень стильно. Ну что ж, смотрим. Оригинальная самопрезентация, интересный урок, содержательный мастер-класс. Если вы видите сзади меня красивых, удивительных, умных людей, свет софит и настроение праздника, то фишка привела вас, как и меня, в пятую школу на премию «Учитель года». Что ж, в этом зале собрались самые лучшие, самые сильные. Кто же станет первым? Узнаем? Поехали! В семье, где один ребенок решил стать учителем, должен быть второй поумнее. Да. Да. Да, да, да. А есть более сложные подчиненные предложения? Мне кажется, да. Конечно, должен. И кем он должен стать? Профессором математических наук? Можно просто профессором. Ученик боится двойки. Ну и, может быть, учителя. А чего боится сам учитель? Поставить двойку. Страшно? Конечно. Для нас, как учеников, это открытие. Я думаю, что учитель боится мышей. Учитель боится учеников. Прям вот берем палки, дверь оставляем, чтобы они не вошли, не входите в кабинет. Забыть урок. Директора. А директор боится? Ну, выше и выше, можно дальше продолжать. А вот, кого ты добавил? А кто? Ну, да, на самом верхушке. Его нельзя произносить имя. Болонный морд. Что должен сказать ученик, чтобы ему поставили пять автоматом? Он ничего не должен сказать, он просто должен показать свои красивые глаза. Учитель сложная и трудная профессия. И даже если ученику с галерки это трудно понять, что же будет, если все поменяется местами. Давайте сравним два совершенно разных биологических вида учеников и учителей. Поехали! Он видит себя, может, заново. Давай. И тебе я себя сбил. Как вы думаете, кто больше всего не хочет сходить по утрам в школу и почему? Ученик или учитель? Больше всего не хочет ходить учитель, потому что он видит детей, которые не слушают его и выносят мозги. Ну, как-то так. Директор. Я думаю, оба. Ну, а кто больше? Оба. Кто больше? Думаю, дети. Оригинально продолжите фразу. Учение свет, а не учение. Черная дыра. Прям черная-черная? Да. Темная-темная лагуна, дыра на дне морском. Плохо. Очень плохо? Очень плохо. Продолжите фразу. Если будешь плохо учиться, то... Если будешь плохо учиться, то наверняка в жизни будет очень трудно. Поэтому предлагаем очень хорошо учиться, заниматься, учить. Слышали? То ничего потом не получится. Получишь по башке. Или не станешь великим ученым. Но хорошим человеком можно стать. Даже если плохо учиться. А что было бы, если бы мы и правда на пару минут стали бы учителями? Хм, интересно. Посмотрим? Ты вытягиваешь листочек заданием и должен без слов пантомимы изобразить, что там написано. Попробуем? Субтитры подогнал «Симон»! Они научили нас великому русскому языку, математике и простой истине. Звонок для учителя. А откуда же столько что-то преподавателей? Узнаем, откуда растут ноги. Ну вообще, ну вообще, ну все, мы уходим. Вот ты знаешь какие-нибудь анекдоты про учителей? Да. Иван, говорит учитель во время урока, разбуди своего соседа. Почему я? Ведь это вы его усыпили. У учителя спрашивают три причины, по которым он любит свою работу. Июнь, июль, август. А никаких смешных не было? Всегда скучно, скучно, да, на уроках? Угу. Особенно на русском языке. А как зовут учительница русского языка? Учительница? У нас одна учительница. Какая зовут? Гельмой Нэнджа Масновиевна. Ну в общем, будьте веселее. Ну, учитель говорит ученику то, что кто считает себя дураком, встаньте. Никто не встал, но потом встал только Петечка. Но в итоге учитель спрашивает у него, ты действительно считаешь себя дураком? И он такой говорит, нет, просто стыдно то, что вы одна стоите. Это не смешно. Это не смешно? Нет. В этом конкурсе нет проигравших. Ведь каждый из учителей достиг невиданных вершин. Любите учителей. Цените учителей. И будьте учителями. И главное, помните, звонок для учителя, а не для ученика. Пока. В чем твоя фишка? Моя фишка в том, что я зимний картингист. Ура! Моя фишка в том, что я превращаюсь в нас в преимущество. Моя фишка в пиджаках. Моя фишка в том, что я и моя команда дали одежду для этого города. Что ж, молодец, что пришел к нам и мы разыграли футболку. Теперь на одного модного человека в городе стало больше. Что ж, если у вас еще нет приза-отвички, то присоединяйтесь к нам скорее в соцсетях. Ну а мы встретимся с вами ровно через неделю в этом же месте и в это же время. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова